друзья добрый день здравствуйте привет привет всем меня зовут мария я вещаю вам из стокгольма у нас сегодня поистине скандинавская погода и приглашаю вас всех сегодня познакомиться с выдающейся что у нас тут здравствуйте здравствуйте давайте даем какое-то время людям чтобы они присоединились так вот я буду сегодня говорить про эльсу бесков добрый день добрый день всем я стараюсь переключаться махать и так вот эльза бескова это не какая-то супергероиня она не настолько легендарна как не знаю марта стюарт какая-нибудь или тоже астридинга эльза была детским иллюстратором писательницей и что называется творческим человеком но кроме того она была идеальной мамой я сейчас чтобы вы понимали о чем у нас пойдет речь я вам сейчас покажу одну из ее иллюстрации вот эта иллюстрация пример того как добрый день добрый день так сейчас если я выключу комментарии вот если я выключу комментарии то лучше видно тогда иллюстрации так вот эльса бесков это женщина которая является частью шведской культурной легенды вот пока люди присоединяются я включу комментарии пускай есть так вот она была не просто женщина которая рисовала эльса бесков это было можно сказать феминистка и женщина которая во многом поставила под вопрос вообще шведский быт своего времени и поэтому сегодняшний эфир будет не только про саму эльсу бескова и ее творчество эфир сегодня будет про шведский быт про особенности шведской жизни может быть немножко про шведскую семью но смотрите я сегодня хочу экспериментировать и попробовать с вами формат короткого эфира потому что я знаю что у нас у всех ограниченное время по идее должно быть все в порядке если вдруг я буду пропадать то пишите окей так вот эльса бесков это человек который был впереди своего времени и я не знаю что вы слышали добрый день всем привет привет всем кто присоединяется что вы слышали о шведах чаще всего мы слышали что-то про шведскую семью а шведская семья это прям сразу автоматически свобода нравов правда потому что шведская семья я пока что временно уберу иллюстрации так как тык 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 нет я не уберу иллюстрации пока что так вот шведская семья это то о чем мы говорим когда хотим сказать что вот у них свободные отношения что вот у нас один муж две жены или две одна жена два мужа у меня сейчас маленький ребенок поэтому я бы не против чтобы у меня была еще одна жена например который бы занималась какими-то общими вопросами но нет на самом деле про шведскую семью шведы не слышали это такое вот чисто советское явление плюс поскольку я являюсь гидом в стокгольме я часто встречалась с американцев и у разных людей что вы слышали про шведскую семью обычно никто ничего не слышал кроме наших людей добрый день добрый день тем кто присоединяется так вот на самом деле шведы это нация которая вот окончательно сформировалась вот в своем современном виде в семидесятые годы а эльцебесков жила до во времена эльцебесков это было 1870 и годы до 1950 так вот вот этот промежуток вот эти вот знаете пространство между 19 20 веками это было такое очень строгое очень такого так сказать квадратное прописанное пространство общества где женщина это мать вышла замуж не имеешь права работать точно также было кстати со стрелинга но это уже другая история так вот мать дом уют всем должен заниматься муж женщина такой слабая оленький цветочек который сидит его ему не могу без мужа пойти не знаю на базар ну ладно на базар покупать продукты нужно но женщина смысле это такое вот стереотипичное восприятие было что женщина должна сидеть дома особенно когда появились дети то есть что обеспечивать всем мужа и семью и я думаю вы слышали что в германии есть принцип 3к это кюхе кухня кирхе церковь киндер на дети в швеции было очень такой германский германский подход и эльсабескова та женщина которая в свое время пошла против такого подхода и тут вопрос по своей ли я на судьбе пошла на такое эльсабесков это дама знакомьтесь вот у нас сама эльсабесков сейчас я выключу комментарии для того чтобы вы лучше видели изображение познакомьтесь эльсабесков в юные годы со своим мужем натанией лемберского само по себе вот эльсабесков это такой она рисовала рисунки она мать шестерых детей такой вот идеал знаете он поливает гиацинт на самом деле этот божий дубанчик поставил под вопрос все вот эти вот 3к все вот эти вот церковь кухню и детей дело в том что сама по себе эльсабесков выросла немножечко в анархичной семье в чем заключалась анархия да в плохую жизнь по большому счету дело в том что в швеции я уже упоминала что жизнь женщины во многом завязывалась именно на том чтобы обеспечивать мужа и женщин было больше поэтому грубо говоря женщины не выделывались и сама эльса родилась в сип она была незаконорожен и если же сейчас в швеции большинство людей не оформляет отношения то есть живут в открытых в гражданском браке то что мы называем технический гражданский брак это когда просто расписались не венчались то что я говорю то что мы подразумеваем гражданский брак это просто как как сожительство так вот мама эльсабесков была домоуправляющей у важного предпринимателя и у них родилось 8 детей вне брак а в швеции рождение детей вне брака это было просто вот позор штамп на всю жизнь и это было очень негативное явление вообще очень часто было что у юных джентльменов были отношения со своими служанками но так чтобы вот ладно один-два ребенка но еще куда не шло но так чтобы прям вот восемь детей это было удивительно даже даже для видавшего виды стокгольм но потом родители поженились немножечко жизнь наладилась но потом отец стал банкротом и поэтому жизнь снова распалась на части и и в тот момент у эльсы было из оставшихся в живых у нее был старший брат и четыре сестры то есть в семье было больше девушек переехав к родственникам матери так вот когда они переехали к маме у нее было три тети получалось что эльса выросла с тремя тетями и дядей это было найти такой тотальный матриархат у них было что можно сказать коммуна причем как описывает сама эльса и как описывает ее современники что на тот момент денег в семье не было как только у кого-то в семье появлялись деньги все сразу одолжи 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 то есть семья отжила вот от какой-то подработки до подработки но при этом у них не было то что сказать по-шведски есть выражение шерн фамиль как ядро такая как модель идеальная модель семьи так есть мама папа и дети а тут видите ситуация когда нет типичных ролей мама и папа есть тети дяди мама много братьев сестер и все как-то общаются между собой плюс они жили в относительно небольшой квартире то есть квартира это по нашим меркам была большая но просто семья то огромная и говорят что представлений о лишнем личном пространстве вообще в этой семье не существовало то есть кто-то получает письмо а открывает там письмо эльсе а все ее сестры прочитают прежде чем самой эльсе это письмо дает такого что своя комната господи забудьте об этом вообще об этом речь не шла так вот эльсе выросла в такой веселой коммуне где постоянно была движуха 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 и вот этот вот недостаток фигуры отца компенсировался любовью которая была в этой семье потому что рассказывать что дядя был готов постоянно 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 рассказывать какие-то истории про разбойников про какие-то страшные вот в этой волшебной среде тетя играли на пианино музицировали рассказывали сказки и сама эльса говорит что сколько себя помнит она хотела рисовать у нее самые тесные отношения были со старшим братом хансом и говорят что я смотрел вот ханс классно рисует викингов хотя потом говорит что вспоминала что у него у его викингов были слишком короткие ноги а сама эльса рисовала больше луга поля пейзажи и потом она выросла из-за того что семья была бедная у них не было возможностей детей отправить в высшее учебное заведение и потом говорят что это было и слава богу потому что эльса она не была каноническим художником но она стала рисовать и она рисовала очень живые работы особенно прославилась она рисунками разными детишек вот я вам покажу изображение это типичное семейное ели кстати обратите внимание дети покупают такие букетики как вы думаете что это букетики это веточки с перьями я не зря выбрала этот рисунок потому что сейчас у нас предпасхальный период в швеции и как раз украшают дома такими вот яркими березовыми веточками на которые привязывают перышки это символ пасхи в швеции и эльса бэсков стала рисовать иллюстрации и она стала писать сказки вот смотрите одна из ее иллюстрации это иллюстрация к рождеству видите как детишки закутаны посмотрите на заднем фоне как идет дым из трубы это в стугольмском пейзаже и росла сама эльса бэсков потому что сейчас у нас тугольм супер экологичный город если я вам поверну сейчас посмотрим нет слишком ярко а вот проясняется видите у нас между домами огромное ну как огромное большое пространство но дальше там не видно но дальше у нас здесь начинается национальный парк то есть мы живем по сути на территории национального парка и у нас даже когда внизу вот в этой на детской площадке надо подрезать какие-то кусты это не может сделать дворник потому что это национальный парк и подрезает уже человек с особыми разрешениями но это с тобой сейчас в двадцать первый век в девятнадцатом восемнадцатом ну и немножечко так в двадцатый век это был самый ужасный город для жизни в Европе потому что все везде были заводы но когда ты ребенок ты на все смотришь иначе правда ведь и Эльса Бесков старалась рисовать мир глазами ребенка на ее вот этих вот картинках действительно оживают сказки посмотрите весна и какая девочка сама Эльса Бесков вначале рисовала небольшие иллюстрации вот пример ее например иллюстрации к алфавиту сверху там где шведский флаг это ф буква ф фиске рыба флаг флаг и вон буква а это апельсин апельсин в руках у мартышки сама мартышка это апа и внизу уточка это анника то есть все на букву а и Эльса Бесков как раз создавал вот этот вот но все это конечно красивая теория женщине для того чтобы жить в Стокгольме нужен мужчина и тут мы возвращаемся к ее мужу господину Бескову так вот господин Бесков у нас был художником Эльса все-таки училась рисованию но она училась не в университете как в ПТУ в училище так вот она повстречалась со своим мужем тогда он пригласил ее позировать моделью и вот он позировал а потом они несколько лет переписывались он очень долго за ней ухаживал потому что Эльса Бескова выросла в мире где правили женщины и она была не из тех послушных дамочек которые муж ну все выхожу меня позвали замуж я побежала нет у них была очень долгая переписка долгие периоды ухаживаний кроме того он был предикант по-шведски это человек который работал при церкви но он в итоге он не стал священником потому что они с Эльсой были достаточно радикально настроены там есть особые нюансы в их вопросах веры а Швеция сейчас это страна со свободой вероисповедания раньше во времена Эльса и Натана Бескова Швеция была очень жесткой ветеранской страной например Эльса работала учительницей и чтобы работать учительницей или медсестрой человек потому что в этих профессиях люди читали молитвы и школьный день начинался с молитвы в Швеции раньше поэтому просто никаких вариантов должен быть ветеранин а у Эльса и у Натана у них были радикальные взгляды в том отношении что Эльса например не делила Бога на Бог Отец Бог Сын Бог Святой Дух она говорила что Бог это единое явление но там есть дальше ряд нюансов они с мужем спорили они не сразу согласились по вопросам веры и Элиса поэтому говорила что нет я если иду замуж то я хочу идти замуж за человека с кем я разделяю разъяляю взгляды на такие важные вопросы так что не все так просто и у Эльсы родилось в итоге шестеро сыновей то есть представьте вот они в гостях это не все их дети нет не все это у них потом было имение вот с мужем они видите уже убеленные с нинами сыновья выросли и вот еще одна семейная идиллия прямо под моим изображением в шляпке сидит сама Эльса а крайне слева ее муж они в гостях здесь тоже изображены но не было шестеро сыновей и обычно в Швеции что вот родились дети ну все женщина забудь о карьере забудь о работе тебе надо заниматься сыновьями но Эльса удивительным образом умудрялась комбинировать свою профессиональную работу и семейную жизнь потому что вот ее муж когда он писал проповеди то у него на кабинете висела табличка не беспокоить работа супер важно все папки нет все вопросы к маме и Эльса удавалась комбинировать вокруг нее копошились дети более того когда она рисовала изображения детей она использовала в качестве моделей своих сыновей и вот например изображение вот какой ангел нарисован так ангел у нас тут сейчас так ангел и встречает Томптона это волшебная фигура сейчас я еще смотрю где тут у нас детишки вот например детишки как вы думаете нравилось ли ее сыновьям быть моделями для мамы художницы нет рассказывали что стоять моделью это вот в какой-то позе или вот там что-то делая это было большим испытанием для мальчишек они все были активные и у всех было шило в попе так вот Эльса иногда подглядывала за чужими детьми так из-под тишка в гостях запоминала какие-то позы потом использовала их в своем творчестве причем ее сыновья очень часто вынуждены были стоять моделями и для фигур мальчиков и девочек им это вот ну совсем не нравилось но зато они вдохновляли ее на написании сказок вот этот вот пример это пример сказки про Томптона это уже третье произведение с которым Эльса Бесков стала популярна в Швеции и эти детишки в таких ярких шапочках это как маленькие мухоморчики я кстати все время хочу их назвать земляничками потому что мне кажется что это шапки земляничек но нет на самом деле это мухоморчики и они живут в лесу и у них разные приключения происходят есть целая серия книжек про их приключения вот есть например зимние приключения тоже видите как природа описано затем вот природа например грибы лисички мне кажется что тут возможно Эльса вдохновлялась своей семейной жизнью смотрите какая какие маленькие маленькие грибочки вокруг них так вот сейчас с изображениями вот этих вот сказочных фигур у Эльсы Бесков можно купить разные сувениры я своему сыну уже присмотрела вот такие вот варианты видите вдохновение вдохновление том-то бы бармен и есть еще сейчас я посмотрю по-моему я сохраняла 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 ахахахахах да вот вот смотрите посуда с каким красивым декором мне кажется что детям прям хочется есть вот с такими вот работами которые изображены на тарелочках ну и плюс у Эльсы Бескова есть календарь я уже говорила что Эльсы Бескова работала в школе она была преподавателем рисования и она опубликовалась ее прорыв был когда она опубликовала свои изображения в издательстве которое распространяла литературу как раз среди учеников всей Швеции и обычно это считалось что вау какой крутой прорыв будет и вот у нас календарь Эльсы Бесков смотрите события разные из жизни леса у меня есть увеличенный пример например ах инстаграм немножечко его немножко сильно обрезает но вот эта вот фигура идеализированная именно детей и самый знаменитый наверное ее шедевр это серия книжек про трех тетушек тант грен тетушка зеленая тант брюн тетушка коричневая и тант грядолин тетушка лиловая у них вон еще есть дядюшка и приключения идут жизни двух детей вот они стоят на переднем плане так вот угадайте с кого Эльса Бескова списывала вот эти характеры да со своей семьи вот эти вот три тетушки они не замужем к ним приезжают по каким-то причинам жить два племянника Эльса Бесков ее старший брат Ханс у них еще есть пудель и еще он кот так вот вот эти три дамы это можно сказать феминистические такое феминистическое заявление Эльса Бесков это три дамы которые не вышли замужем и они представляют модель новой современной женщины в шведском обществе конца 19 века вот тетушка зеленая она более строгая такая ее описывают больше знаете как больше с мужскими качествами строгая но с классным чувством юмора а тетушка в коричневом платье она видит такая полненькая пышечка она больше является моделью материнских качеств она готовит она заботится она более такая нежная и вот тетушка лиловая такая более элегантная дама это которая принимает в салоне которая поддерживает интеллектуальные беседы и так дальше и так дальше и им помогает дядюшка и вот у этой семьи к которым приехали племянники у них как раз и происходят разные приключения вот иллюстрации вот эти вот иллюстрации они культовые в швеции можно сказать что с этого началось изменение ну не с этого на самом деле я не скажу что эльса бэсков была в авангарде на иллюстрации на талантливые художники они как раз чувствуют изменения в обществе и поэтому талантливые художники одними из первых отражают в своих работах эти изменения вот эльса бэсково очень хорошо стало меняться я кстати когда изучала шведский и говорил с преподавателем истории он говорил что вот этот вот период начала 20 после второй мировой войны тоже почти серии средина 20 века это был переломный момент в швеции потому что если раньше всех воспитывали так что мужик сказал все все сделали вот отец главный в семье все все слушают а тут женщины стали говорить что я тебя люблю милый но делаем так как я сказала или милый я тебя люблю но замуж не пойду потому что если я пойду замуж то ты всем будешь распоряжаться и для многих мужчин это стало огромным испытанием то есть представьте мальчика воспитывать что все ты главный ты в семье был будешь всегда главным а тут хопа и его избранница говорит что нет дорогой я своими деньгами хочу распоряжаться сама для шведов это был шок и говорит что целое поколение мужчин тогда она запила что было была проблема алкоголизма это как такая вот психологический способ психологическая реакция на вот этот вот стресс когда женщины уже изменились а мужчины не успевали измениться за ними вот эти вот жизнь как постепенно жизнь менялась видите с одной стороны это такая шведская идиллия вот они сидят на пикнике все вместе вот у нас ситуация домашней зарисовки Рождество в жизни вот этих вот героев отображены прямо главные события шведской жизни потому что Рождество в Швеции это прям главнейший праздник это ну мне кажется что даже часто важнее дня рождения это повод для всей семьи встретиться по мотивам этих книг были сняты и фильмы и сейчас если так можно сказать во многих странах косплеят всякие японские мангу и так дальше а в Швеции иногда на карнавалы косплеят вот этих вот трех тетушек и с потрясающим юмором описывал их посмотрите вот эти вот дамы которые подняли свои кринолины и как они идут в брод через реку просто насколько тонко она подмечала и насколько волшебно она отображала вот эти вот события так вот Эльса Бесков таким образом у нас стала одним из передовых лидеров шведских женщин творцов художников вот здесь Эльса Бесков она стоит посередине она участвует в съемках фильма по мотивам ее сказочных персонажей и событий из этих сказок обратите внимание с каким теплом она рисует вот детей даже вот тут вот девочка по-русски называется котики а здесь как девочку она нарисовала это иллюстрация к одной из шведских песен так вот Эльса Бесков потрясающе отобразила ценность детства потому что на самом деле сейчас в Швеции ребенок это культ здесь все общество работает для дни чая насколько прекрасно тут все относятся к детям нет это не значит что детям можно стоять на ушах но просто вся инфраструктура работает так чтобы можно было путешествовать с детьми с колясками и даже не задумываться о том что там как спуститься в метро или куча мероприятий для детей вот сейчас из-за пандемии закрывают школы но многие говорят именно о проблемах в жизни детей насколько стрессово для детей то что они не могут пойти в школу то что они изолируются и о детях постоянно здесь говорят кроме того сами декретные условия детей это вот декретные условия для семей это то что является частью шведского культа семьи и Эльса Бесков как раз вот восхитительно это отображает в своих работах и вот одно из изображений тоже со съемок фильма где Эльса Бесков с актрисой которая играет тетушку Лилову и некоторые работы Эльсы Бесков есть переведены на русский язык есть например солнечное яйцо книга я знаю что оно издано на русском языке и его можно купить заказать в интернете и Эльса Бесков к сожалению не была такой популярной как Астрид Лингрен хотя ее герои очень много сделали для формирования современных шведов поэтому я приглашаю вас в свой аккаунт в аккаунт Стокгольмания где я буду на следующей неделе устраивать презентацию где постараюсь познакомить вас глубже с нюансами жизни самой Эльсы Бесков где я постараюсь больше сфокусироваться на самих ее героях поговорить о вот этих вот героях об этих семьях и менталитет и на этом я заканчиваю наш с вами эфир очень благодарна вам за внимание и для тех кто дослушал у меня к вам просьба расскажите пожалуйста как вам формат когда мы проводим более короткие более короткие эфиры я постаралась дать побольше информации но как вам лучше побольше эфиров покороче или один длинный и если у вас есть какие-то вопросы про Эльсу Бесков или про особенности шведского менталитета пожалуйста пишите либо мне напрямую в аккаунт стопгольмания либо пишите в этот аккаунт в комментариях и я буду стараться вам отвечать а пока что всего доброго отличного вам воскресенья и надеюсь что до скорых встреч пока пока друзья так ой сейчас включу комментарии пока пока друзья всего доброго